Ну, ещё я хотел бы вам для поднятия настроения прочитать один текст. Написан он был орком, одним из них. А текст изобилует такими, я бы сказал, колофурными, что ли, оборотами речи, которые я как-то так смягчу или опущу, но заложенные в нём мысли настолько глубоки, что я хотел бы вас с ним познакомить. Итак, Россия начала конфликт, имея такие преимущества. Полное техническое преимущество по всем видам вооружений. Наличие флота и ракетных катеров у украинцев, здесь он хохлый, Кацап называет украинцев хохлами. Ну, ладно, значит, у украинцев флота вообще нет. Авиация превращала украинскую в 10 раз, и машины были намного современнее. Танков было в 5 раз больше, артиллерии в 5 раз больше, готовых снарядов в 20 раз больше. Причём у украинцев нет заводов по производству всего этого, а у нас они есть. По мобилизационному потенциалу мы в 4 раза их больше минимум. У нас есть ракеты с возможностью поражать цель на всех их территориях. Чего нет у них. Система ПВО количественная, качественная, просто несравненно больше у них. Первые три месяца украинцам Запад ничего не давал. И только в июне им первые дали 4 хеймарса. И мы умудрились получить люлей по всему Северному фронту в этой ситуации. И дальше крик Даши. Да они более высшая раса, чем мы. Вот, господа, у меня такое впечатление, что это один, может быть, один из сотрудников. Потому что настолько речь, чувствуется где-то пропагандистская подготовка человека. Я не удивлюсь, если это был один из сотрудников Соловинова, Помёта или Мадам Скоробеевой. И дальше плач, плач орка продолжается. Да пусть они нас захватят. Это после того, как он осознал, что хохлы – это более высокая раса, чем он, орк. Пусть они нас захватывают. Они нас хоть визуально похожи. Они хотя бы относятся, ладно, бог с ним, не буду дальше, потому что боюсь нарваться на нарушение правил Ютьюба. Но дальше плач орка продолжается. Украинцы, мы готовим носить шаровары, сделать украинским государственным языком. Я уже заказал на Алиэкспресс вышиванку. Простите нас. Мы признаём ваше превосходство. Мы не хотим быть рабами чурок. Защитите нас. Это он в отношении товарища Си Цзиньпина и большой дружбы между Пекином и Москвой. Вот что, господа, творится в сердцах и умах орков накануне наступления в СССР. И если так, убрать это всё в сторону, к шутке и так далее, но только почитать. А все эти цифры, которые он назвал, они точны или очень близки к реальности. И при всём этом провалить и оказаться там, где Мордор вместе с его верховным плешивым недоноском находится сейчас, это нужно быть не то, что это высшая раса, это нужно быть просто отбросом рода человеческого. И это не случайно. И я вам говорил, почему не случайно. Потому что Путин создал государство по образу, подобию своему. И неважно, какие там могут быть прелестящие, гениальные люди в этой стране, но их возглавляет. А курок, бледная моль, который подобрал в ближайшее окружение весь государственный аппарат по своему образу и подобию, они поставили под свой контроль средства массовой информации, которая провела массовую дебилизацию населения в течение минимум 20 лет. И в результате выросла не раса, как он здесь кричит, низшая получается раса, это даже не раса, это даже не до человеки. Вот что получилось в результате этой искусственно проведённой операции Путина и его кодлой над российским народом. Примерно такая же операция в 30-е годы проведена была в Германии, успешно. Все удивлялись, ах, какая культурная нация, как же можно было превратить в такое стадо изверг в течение короткого времени. Вот так это всё вот на наших глазах за 20 лет. За 20 лет был выведен новая раса, которая, имея всё в руках, она умудряется всё профукать. И теперь она просится, защитите, придите нас, защитите, простите, защитите нас от тех, которые теперь к нам придут, как они называют, чурок, и будут нами владеть. Не, господа, пусть они вас владеют регулярно, 24 часа в сутки, пока это вся дурь, которую вам дули ваши головы на соловьином помёте, пока она оттуда не выветрится. Вот на этом, господа, это я вот обращаюсь к представителям Оркостана, которыми я отношу, представители правящего режима и всех тех, кто их всей душой поддерживает. Повторяю, не всю страну, не всё население, а только вот эту массу недочеловеков. На этом, господа, позвольте закончить сегодняшнее видео, выразить твёрдую убеждённость в нашей неизбежной победе. Слава Украине и вооружённым силам! Враг будет разбит, победа будет за нами. До скорых встреч, дорогие друзья! Я прощаюсь с вами совсем ненадолго. А если начнётся горячее бояное действие, то у нас в контактах с вами связи вообще не будет никаких перебоев. Итак, до скорых новых встреч!